здравствуйте друзья добрый вечер разговор у нас сегодня пойдет о том пользовались пользоваться ли услугами каких-то помощников при заполнении анкеты для участия в гринкарт лотереи но в данном случае мы говорим прямо вот то что у нас скоро начнется лотерея 9 2019 и тут я бы начал с того что есть два типа помощник ну так условно один тип помощник это такие люди которые берут твои данные и заполняют автоматически и вот она ходит каждый год они там шлют сами заполняют с вас ничего не берут собственно из них никто за это ничего не берет и их как бы заработок происходит в тот момент когда они получают вашу выигрышную заявку они знают что вы выиграли и они говорят ну а теперь вот с вас там я не знаю сколько тысячи долларов две три четыре там насколько вы договаривались я не знаю но как бы их заработок наступает в тот момент когда заявка выигрывает если вы конечно хотите ее выкуп тут есть такой момент еще что на самом деле если они вам говорят что ваша заявка выиграла и давайте деньги на самом деле в этот момент их можно все равно обойти то есть если вдруг у вас возникло желание заявку выигрыш получить а денег не платить это тоже решается то есть как бы они не являются необходимым элементом но поскольку они заявляли у них есть тот самый номер вот confirmation номер который нам выдается в конце заполнения заявки то есть они могут легко это проверить и посмотреть а вам надо каким-то образом этот номер найти но это несложно это делается это восстанавливается поэтому так уж вот как можно тут есть тонкость значит тонкость первое состоит в том что когда кто-то взялся подавать за вас заявку вы не знаете реально он ее подавал или нет это вот вопрос очень тонкий второй вопрос состоит в том что если они это делают два года подряд то фактически ваша заявка это кандидат на дисквалификацию просто потому что ваша фотография уже не соответствует она должна была быть сделана в течение шести месяцев не позднее шести месяцев значит до подачи соответственно если они подали один год и второй год и там третий год и так далее подается старая фотография как правило у вас не просят каждый год обновлять эту фотографию то у них есть чего есть то они и шлют в принципе это легко проверяется то есть не совпадает ли фотография в этом году с прошлым годом то есть вы уже как бы в этом плане рискует соответственно у вас нет ответа на вопрос подавать ли мне вот они реально на меня подали или не подали мне самому подать или не подать если вы решите сами подать и они на вас подали то ваша заявка дисквалифицируется по факту повторные подачи и так далее хотя мы знаем массу случаев когда люди вот там как-то вот пошли в такой сервис а потом через пять лет им говорят а вы выиграли гид ой говорят они и вот значит понеслось там дальше одним путем или другим или они пытаются они приходят на форумы и говорят а как а как обойти там 4000 там это большие деньги или ну или еще как-то или не говорят никого платят 4000 едут и так далее и и так и так бывает это один путь такой классический традиционный да я хочу сказать что есть масса жилья мошенников откровенных которые собирают деньги за подачу вашей заявки причем так еще знать напишет последняя там дата подачи заявки 2 октября вот так почему-то они хотят вам помочь после того как заявки начнут приниматься ночью может быть боятся чтобы как бы обойдетесь без них я не знаю масса жуликов вокруг этого дела присутствует это правда и очень трудно конечно человеку непосвященным очень сложно 2 мне я просто получаю все время какие-то меня шлют пересылают разные письма и мэйлы которые шлют там иммиграционные мошенники и видимо в надежде что я как-то начну про них рассказывать но но я не хочу об этом рассказывать особо поэтому я я не вмешиваю вот следующий момент вот какой да допустим вы сами вы хотите все контролировать вот так вы контролируете вы говорите я пойду к людям которые мне помогут поучаствовать вот в этой конкретной лотереи значит почему вы хотите чтобы вам кто-то помог это интересный вопрос потому что есть инструкция на русском языке то есть вы можете на самом деле даже не зная английского вы можете как бы разобраться и подать но люди боятся знаете как бывает не все понятно и это на самом деле как бы объяснимо да то есть если чек никогда ничем таким подобным не занимался и и он даже на русском языке может собственно напутать сколько хочешь это правда так ну ну действительно поэтому если человек там не жалко там не знаю 30 40 до 50 долларов сколько это может стоить но он пойдет и подали там заплатить если что существенно в этом плане подавать то есть обращаться за помощью к людям которые как-то компетентные проверенные люди которые но по рекомендации может быть я не знаю я вот показывал у нас на канале татьяну богданов я специально я спросил недавно вот я спросил а вы помогаете заполнять она в рублях эту цену там назвала я не помню без поэт тысячи рублей по такого плана вот помогаем то есть мы говорим пришлите нам вот это вот это вот это вот это вот это и они это делают то есть люди которые там сидят и каждый день там делают там какое-то их количество не знаю там десятков вот они в общем то достаточно проверены что еще сказать пишет госдеп в инструкциях пишет что нежелательно нежелательно пользоваться услугами услугами консультантов там всяких экспертов и агентов и так далее уже госдеп знает что есть жуткое количество проходимцев которые разводят как бы простой народ который может даже и не значит это бесплатно вот есть много неосведомленных людей которые могут оказаться вовлечены вот последний email который я сегодня например получил человек не переслал полученное по почте на русском языке ему пишут якобы они какие-то официальные такие знаете с понтом какой-то тип иммиграционный департамент там чего-то там я даже не знаю что она не пишет что вам предлагается значит а приять участие вот там в таком-то процессе который впоследствии придет к тому что у вас будут все привилегии гражданина там не сказано даже в этой гринкарты гражданина сша и так далее так далее вот вы должны там до такого-то числа срочно там пойти куда-то зарегистрироваться то есть если бы процесс нации фишинг то есть когда они как бы рыбачу там как бы да вот идут и вылавливают отлавливают вот этих вот людей то есть они шлют там массово вот эти спам спамы люди клюют что там такое делают и соответственно госдеп это знает они они не хотят чтобы люди попадали вот в эти отношения и они говорят граждане там они говорят запрещено они не говорят пожалуйста не делайте они говорят ну вот как бы мы советуем не пользоваться совет такой значит он он прямо прописан этот совет я вот когда читал инструкцию они прямо открытым текстом это пишет так что это дело ваше это дело ваше если есть люди которым вы доверяете если это стоит ну каких-то денег которые вы в общем-то ну не жалко или там стоит того да вы решаете что она своих денег стоит ну но неплохо но почему же пусть будет в конце концов ну я я не вижу почему человек который готов потратить деньги там мир должен был бы их не тратить если он доверяет потому что если он не доверяет это уже не вопрос той суммы которые он потратил а это вопрос того что он может быть просто пролетел с этим совсем не на 50 там ли 30 40 долларов а пролетел с участием вот это конечно вот это конечно стрёмно ну друзья значит приближается сезон еще там буквально 3-4 дня и начнется все так что думайте я собственно так как-то вот исхожу из того что люди которые хотели бы участвовать наверное они уже определились наверное а может быть они определятся позже когда посмотрят на эту форму глянут туда и скажут а я не знаю что тут писать я не знаю что там писать есть такие кто на форумах поспрашивает а есть такие которые скажут ну не могу я ну что ж такое-то и ее мое ну но действительно вот и пойдут кому-то заплатят то есть наверное если такие кто уже определился и такие кто потом определиться я не знаю я я вам всем желаю чтобы это все удачно прошло самостоятельно значит самостоятельно с посторонней помощью значит посторонней помощью вот если что я не могу как бы принести пользы никакой лично когда мне присылают какую-нибудь фотографию скажите вот эта фотография на по правилам или нет я же не знаю вот я надеюсь что когда сейчас все это начнется и я буду глубже там разбираться я наверное лучше разберусь но 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 правда я никогда раньше этим не занимался вот там фотография там как она оценивается что там происходит при всем при том что говорят что это несложно но тем не менее надо потратить время разобраться и люди которые это делали много раз наверное лучше знают поэтому я бы конечно лучше у них спросил чем меру меня я про что вы мне доверяете но я могу быть некомпетентен вот я этого опасаюсь все друзья мы с вами прощаемся и до скорых встреч а